В спортивном зале Видновского художественно-технического лицея ребята старательно разминались. Им предстояло пройти тестирование по комплексу ГТО, сдать которое, как говорится, с наскока не получится. Для получения золотого значка необходимо долго и усердно тренироваться. Если человек физически хорошо подготовлен, ходил на физкультуру, тренировался перед сдачей норм, он, безусловно, все сдаст. А физически неподготовленному человеку будет сложно все. Сегодня сдача нормативов в ГТО не только дает возможность проверить свои силы, но и прибавляет дополнительные баллы к итогам экзаменов. Важно отметить, что результаты тестирования актуальны только для текущего учебного года. Во-первых, хочется попробовать, то есть как бы вообще свои силы понять, что-то для себя усвоить, какой-то опыт. Нормативы сдавали 76 ребят из разных видновских школ, а самое большое представительство имело ВХТЛ. Старшеклассников ожидали 8 нормативов. Толкание гири, отжимания, пресс, прыжок в длину, челночный бег, наклоны со скамьи и подтягивания. Для получения значка ребятам необходимо было сдать 4 норматива из этого списка. Нормативы в принципе проходят нормально, то есть бег, гиря, пресс и прыжок в длину, все нормально, на золото сдал. Остается, получается, наклоны, ну и вроде все. Среди старшеклассников в сдаче нормативов принял участие 12-летний Саша Стариков. Мотивация мальчика значительно отличалась от его старших товарищей по тестированию. Баллы для поступления ему пока не нужны. Он сосредоточился на спортивных итогах. Я пришел для того, чтобы проверить свои силы, и значок мне нужен для будущего, ну может быть, куда-то его пристрою. Юлия Чижова 9 лет занимается танцами. Она уверенно сдала половину испытаний, однако с другой справиться будет труднее. Успешно преодолеть челночный бег и прыжки с места могли помешать старые травмы. Однако у девушки все получилось. По итогам всех тестов она заработала золотой значок. Также это, я думаю, физическая подготовка. Как бы интересно же посмотреть, что ты вообще можешь, в принципе. Поэтому тоже, мне кажется, люди приходят на готовы, не только из-за баллов. Нормативы на золотой значок сдали 51 человек. Их ребята смогут получить, обратившись в центр тестирования ГТО или на торжественной линейке перед окончанием учебного года. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова